Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи» и я, ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Екатерина Шульгина, актриса детского театра «Таврик». Здравствуйте, Катя! Здравствуйте! Я жду от этой передачи многого. Я, во-первых, вас услышал здесь, в Александровской лавре, и сразу у меня появилось желание пригласить вас на передачу. Вы пели песни своей мамы? Да, о Санкт-Петербурге. О Санкт-Петербурге. А что вас связывает с Санкт-Петербургом и вашу маму? Вы же из Красноярска, я так понимаю. Ну, все началось с того, что я училась в колледже искусств у себя в городе Красноярске, на втором курсе, по-моему, и предложили всем желающим съездить в город Санкт-Петербург, ну, как туристы, вот, посмотреть город, познакомиться. Вот, и у меня появилось желание. Мы съездили на поезде, три дня занимала дорога, вот, и я влюбилась в этот замечательный город, который сверкает, сияет огнями река Нева замечательная. Огни большого города. Да. Вот, и пять дней мы провели здесь, и все, я как-то вот вернулась и сказала вам, что я, сказала, что я хочу сюда поступать. И где-то через год я закончила экстерном дирижерское хоровое отделение, то есть, получается, три года, ой, четыре года за три. Вот, и поступила сюда на актера драм-театра и кино. Я приехала, мне помогли очень сильно здесь как-то сделать первый шаг наши родственники. Вот, и все, я закончила, получается, в 17-м году актерское отделение в институте, в университете культуры и искусств, как артист драм-театра и кино. И вот... И попали, по распределению попали в театр этот или... Нет, не по распределению. По приглашению, да? Нет, искала активно работу. Вот мне как раз тетя предложила, ну, тетя Таня, давай в интерактивный театр попробуй кинуть резюме, потому что во всех театрах все занято, все, как бы, все места уже заняты актерами, очень. Петербург все-таки. Профессия, да. Культура, на столице здесь. Поэтому, вот, и мне в этот же день позвонили, и отныне я не жалею. А все-таки какое отношение ваша мама имеет к Петербургу? Вот, мама впечатлилась моими рассказами, то есть мы каждый день созваниваемся с ней, я рассказываю о том, куда я сходила, там, на концерт, участвовала в конкурсе, там, какой Невский проспект замечательный, какой Санкт-Петербург сам по себе, очень великолепный, волшебный город. И вот, очень сильно впечатлилась, и на этой почве она написала... Мама у вас творческий человек, я так понимаю. Очень творческий она. С 12 лет пишет стишки, точнее, да, сначала были стишки, потом дедушка, то есть ее папа, увидел в ней вот зачатки творчества, и подарил ей, ну, он сам инженер, вот, и подарил ей свое, вот, как инженерную, ну, книгу, то есть, ну, пустую, а для нее это было как вот книжка, в которой она записывала все свои песни. Какой-то журнал, типа? Да, журнал, вот, и все, и там подписал ей даже, и мама, ну, все, теперь с тех пор второй сборник уже заканчивается, вторая книжка, которую она завела, на счету уже более 300 песен в разных, в разном стиле, народные, колыбельные, эстрадные, цыганские, ирландские даже есть, детские. А папа? Папа. Что делает в это время? Папа. Папа сочиняет музыку, они вместе сотрудничают, папа пишет музыку для ее песен, играет на синтезаторе, на рояле, на баяне, сам он заканчивал в колледже баян, ну, вот, универсальный музыкант и на гитаре умеет играть. И вы такой, вы родились в этой среде? Да, родились с сестрой в этой творческой, замечательной среде. И все ими хотели быть артистками? Ну, мама нам сперва сказала, девочки, вот, вам нужно закончить музыкальную школу обязательно, а потом вы уже решайте, вот, куда вам, по какой дороженьке ступать. Вот, а музыкальная школа у меня, точнее, годы обучения мои протекали, так, ну, гладенько. И я отличницей закончила музыкальную школу в городе Красноярске. А сестра моя потом с трудом, но тоже удачно закончила музыкальную школу. Сначала она упиралась, а потом сказала маме, мам, спасибо тебе большое, вот, как вот, какая ты молодец, ты меня заставила, потому что бывало так, я провожу сестру в музыкальную школу и пошла домой. А сестра такая, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и выходит из музыкальной школы гулять. Вот такая вот у нас. Ну, а сестра-то ваша по музыкальной части пошла, ну, по-моему. Да, она сейчас учится на втором курсе в том же колледже искусств, в котором училась я, мама, папа и сестра мамы, ну, моя тетя. Вот, причем мы планировали, ну, думали, на кого она пойдет. Или на театром, ой, на актером узкомедии, или на эстрадное отделение. Но я бы никогда не подумала, что она пойдет по моим стопам, на дирижера. Вот, и в итоге так получилось, что она... Она там в Красноярске, да? Да, в Красноярске на втором курсе отправляет мне свои экзамены, где она там управляет хором, ну, не хором, пока вот... Видео, да, записи. Да, дирижирует, то есть... Ну, все. Гордость растет еще одна. Так что... А, я думаю, пришла пора что-нибудь спеть, чтобы наши телезрители поняли, да, кто к нам в Петербург приехал из Красноярска. Выращенные в этой среде, и я так понимаю, что ваш колледж, низкий ему поклон, поставляет таланты, да, нашей России. А какая песня будет у вас сейчас? Песня будет «Капелька росы», сочиненная моей мамой. Слова и музыка, вот, сочиненная ею. Капелька росы, слеза божья, Расплескайся доброму под ножья, Святой радостью, светлым помыслом. Сохрани ты нас и спаси. Соберу в ладонь я воду святую, Окроплю беду и боль проклятую, Словом праведным милосердием. Сохрани ты нас и спаси. Капелька росы, слеза божья, Расплескайся доброму под ножья. Ну, прекрасно. Спасибо большое. Маме спасибо. Маме, да. Это такое хорошее явление, когда родители живут в творческой атмосфере, творят и передают этим детям. А у вас так всегда было? Ты говоришь, дедушка инженер был. Да. А он тоже музыкальный человек? Как мне бабушка рассказывает, что он пел песни. Ну, то есть, в основном инженер, но музыкальное, творчество в нем... Одаренный был, да? Было. Но больше он все-таки по инженерной части был. А так вот они с бабушкой, вот помню, как-то сядут и споют свои любимые песни народные. Ну, вот какие я не помню. Может быть, он просто вынужден был быть инженером. Такие года. Некоторым было не до песен. Надо было строить города, заводы. Вот. А сейчас появилась такая возможность, и он увидел в своих детях творчества и поддерживал это. А оно выросло, как бы создало почву для того, чтобы вы появились. Может, ваши дети тоже будут музыкантами. Очень важно в городе, знаете, что самое главное? Сохраниться. Вот как вы здесь сохраняетесь, в этом городе? Ну, понятно, детский театр Таврик. Да. Мы раньше... А пошли в Таврик. Ну, гуляли там в Таврике. А, ну, там... В Таврическом саду. Вот сразу скажу то, что совсем не связанно с Таврическим садом местоположение. Находится театр в Питерленде в районе Старой деревни. То есть это совсем далеко. Вот. Ну, чем замечательный для меня детский театр. Там... Там как-то... Ну, попроще всё. Там мне нужно затрачиваться вот именно... Там не надо Гамлета играть, Отелла. А вот как-то всё... Ты доносишь до детей вот чистоту. Вот. Каким надо быть в этом мире. Добрым, трудолюбивым, честным. Вот. Слушаться родителей. Понимать, где добро, где зло. Вот для меня в этом театре очень как важная ипостасия. Угу. Там я чувствую себя в своей тарелке. Понятно. То есть это вопрос о сохранении, да? Как себя уберечь в этом городе, где много очень искушений, предложений, можно сказать. И с нравственной точки зрения. Конечно. Вот. Ну, а вера в вашей жизни занимает какое-то место? Вы все, ну там, в доме, дома все православные? Ну и все православные, да. То есть Боженька всегда в нашем сердце. И там, если какое-то мероприятие важное, концерт, обязательно вот я вот говорю, Боженька, вот, пусть все пройдет хорошо, пусть я скажу все верно, пусть я спою все достойно. Вот. И всегда вот, ну, я очень часто говорю с Богом. Там, при окончании разговора, там, с бабушкой, с мамой. Вот. То есть вера очень важна для нас. Важно верить в Господа, потому что от Него идет сила и надежда на то, что все будет хорошо. И спасибо маме, благодаря тому, что вот она меня все время заставляет, ну, толкает. Я участвовала в этом фестивале Невские купола. И я даже не ожидала, что вот познакомлюсь с такими людьми хорошими, что вот мы с вами познакомимся и что получу столько эмоций положительных от общения вот только я и зрители. Конечно, интересно то, о чем вы рассказываете, увлекательно, но мне бы очень хотелось как можно больше послушать ваше пение. В этой передаче вы будете три песни, да, петь? Да. А вообще есть репертуар у вас? Репертуар пока набирается, но я этим занимаюсь. Специально, да, как бы? Да. Ну, спойте, вот какая следующая песня у вас будет? Да, спою песню маме называется, посвященная всем. А Петербург сегодня будет в Петроград? Да, конечно. После песни о маме. Мне она очень понравилась. Да, вот я ее специально на финал. Маме. Угу. Я всегда любви твое тепло. Мама, мама, юги и метели увлеклись давным-давно. Для меня ты самая родная, я еще не раз тебе скажу. Лишь тебе любви не понимая, я все тайны расскажу. Говорила, буду непослушной, убегала легким ветерком. Но всегда ты знала, что мне нужно лишь руки твоей тепло. Знаю, что всегда меня ты примешь, даже если буду неправа. Как всегда всем сердцем ты обнимешь, нужные найдешь слова. Сердце словно камень остывает. Если вдруг и что-нибудь не так, только пусть любовь твоя не тает, остальное все пустяк. Только пусть любовь твоя не тает, остальное все пустяк. а ну, тут уж без слов. Когда вообще в песне звучит слово мама, конечно, песни разные бывают. А эта песня тоже ваша мама написала. И она передается из поколения в поколение. поначалу все время исполняли мама с Аней. Она еще маленькая была. Да и сейчас они тоже исполняют вместе эту песню. Вот. Ну, такая трогательная. Да, трогательная песня. Хорошая, чистая. А все-таки вопрос. Как в этом мире себя уберечь? Вот. Как вы себя бережете в этом городе? Я пытаюсь контролировать свои мысли. Ведь все идет от них. Очень много каких-то вот негативных эмоций. ну вот молюсь. Разговариваю с собой. Там, то есть, ну, я свой себе лучше. Такой-то диалог внутренний есть, да? Да. Так говоришь, так, Катя, стой, ты не то делаешь, Не надо так думать, не надо так думать. Не надо все. Да. Подумай хорошо. Да. Ну, не всегда получается, конечно, но я пытаюсь себя вот где-то вот раз остановить, так, тихо, думай, по-другому. Ну, вот. Но мир злой или добрый для вас? Как вы на него смотрите? Ай, мир окружающий. Многогранный. Как ты думаешь, так оно и представляется перед тобой. в Петербург за своей судьбой приехали, да? За судьбой, да. Ну, вот, как-то позвал меня, не знаю, в Красноярске, что меня, почему, не удержал он. Нет, там, судьбу нельзя сложить. Говорят, что дома и стены помогают, малая родина. что это, романтика или что это? Просто почувствовали сердцем, да? Как-то почувствовала. Конечно, сейчас я живу здесь и редко удается побыть дома. Неужели ваша работа занимает все ваше время? Нет, не все время. Это служба, в театре служба, да, я понял. Нет, не все время. Есть время отдохнуть и погулять, и заняться чем-то еще, вот, поискать какие-то мероприятия, где можно поучаствовать. Вот, то есть, как бы, все распределено. Ну, вот, как-то не удержала меня Красноярск. Конечно, меня тянет туда, потому что, там, моя семья, там родина, там все. База, база. База, да, база, да, вот, ну, как-то я уже и питерская. Ну, не оторвать Петербург. А сколько вы уже в Петербурге лет? Сколько? С 13-го года, получается, пошел пятый год. Вот, и удавалось приезжать вот только летом, зимой. дорогие билеты. Поэтому только летом так отдохнуть, набраться сил, позагорать на солнышке. Там у нас солнце есть наконец-то. Там солнца очень много. Вот, поэтому и... Красноярска, да, красная и яркая что-то такое, да? Да. И в этом красном платке, поэтому. В ярком красном платке. Да. Вот. Ну вот, на два фронта работаю. А какое-то свое собственное творчество? Собственно. Вы вот поете мамины песни. А собственно, есть творчество какое-то? Сама не сочиняю. Почему? Ну вот, маме дано так дано. А у меня ну, были, конечно, какие-то попытки поздравительные стишки. Там, на днях рождения где-то сочинить какие-то маленькие как... Ну, не сатиры. Вот. Но чтобы песни ну, не лежит как-то душа. Ну, может не время. Бывает так, что человек копит, копит себя, потом как прорвет. Может быть. Бывает. Все может быть. Не знаю, пока вот мне надо набивать руку вот ну, не в исполнении, а вот на выступлениях сольных, чтобы так сказать сольных достойно. А мне не в коре. Да. Индидарно. Потому что все время вот в ансамблике, да, ты не сильно волнуешься. Ну, давайте, прицепляйтесь ко мне. У меня много концертов. Ну. Хорошо. Паровозиком. Будем с этим. Я некоторых просто вожу с собой. Особенно там бывают такие, которые не решаются что-то. Я вожу с собой, даю одну, две, три песни. И так постепенно человек раз, смотришь, он оперился, и сам уже существует. Я как, знаете, локомотив, как ледокол. Опыт есть уже большой жизненный. Вот мне уже 60 лет стукнуло. Спасибо вам, что ты поучаствовали. Хочу вам подарить вот и маме передадите. Вот я выпустил сборник, как хочется чистоты. Здесь мои песни и такой сборничек и песни и стихи. Ну, это не все, конечно. Я раньше чемоданами писал. Писал везде. На стенках, на салфетках, на каких-то бумажках, обертках, на фантиках. Вот. Как это знакомо, да. Да. Вот. Это вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Я маме за салфетку. А вот сборник вы принесли тоже. Да. Это вот от нас с мамой вам подарок сборник авторских песен в народном стиле. Ирина Шульгина. Да. Капелька росы. Это песня, которую вы пели, да? Да. Она в этом есть, да? Да, она здесь есть. Она прям с нотами. Да, с нотами и с диском. И с диском в конце. Спасибо. Обязательно я послушаю. Вот. И хочу сотрудничать с вашей семьей в творческом плане. Может, мама приедет с папой? Да. Летом, может, выступят или запишутся у нас на телеканале до звука. Вполне. Мы будем очень рады. Мы можем здесь сольный концерт устроить всей семьи. Давайте. Нашего коллектива семейного, сестры. Сейчас теперь я, значит, организовал организацию филармонии души из молодых людей. Вот. И мы будем делать концерты для талантливых творческих людей. Специально в Петербурге. Просто сейчас ищем возможность выходить на целевую аудиторию, чтобы можно было собирать залы, зальчики, комок что. То есть, как филармония у нас будет православная. Так что, приглашаем вас. Хорошо, спасибо. Вот все-таки я жду не дождусь этой песни про Петербург, Петроград, Ленинград. Да. Да. Споете? Обязательно спою. С радостью. Величаво раскинулся царственный град, Град Петра или Петра Творенье. Вот Порцовая площадь, А вот летний сад, Как красив он во время цветения. Мятежи и блокаду Ты все пережил, Твое мужество в песнях воспетал, Благородством и честью всегда дорожил, Поклониться нам нужно за это. Петроград, Ленинград, Петербург, Город на Неве, В мыслях вновь и в мечтах Возвращаюсь к тебе. Переулки, Мосты, Цвет садов И река, Кружева, Величаво светла В белой ночи Нева. Расплела свои косы красавица Нева, По проспектам, кварталам, по улицам, Облетая и площади, и острова, Ах, какая нема ты искусница! Здесь любой красотой очарован твоей, Строгим нравом и царским величием, Ты окутана облаком белых ночей, Как прекрасна ты в этом обличии! Петроград, Ленинград, Петербург, Город на Неве, В мыслях вновь и в мечтах Возвращаюсь к тебе. Переулки, Мосты, Цвет садов И река, Кружева, Величаво светла В белой ночи Нева. Петроград, Ленинград, Петербург, Город на Неве, В мыслях вновь и в мечтах Возвращаюсь к тебе. Переулки, Мосты, Цвет садов И рек Кружева, Величаво светла В белой ночи Нева. Спасибо большое. Как вас только родители отпустили. Я сижу и удивляю. Целую передачу. Ну, видно, что вы стремитесь к какому-то идеалу есть. Ну, у вас есть чутье, как надо. Как надо. Вы знаете, как надо. Ну, себя знаете. Поэтому это все очень чувствуется. Спасибо вам большое. Спасибо вам, батюшка. Дорогие мои, с вами была передача Ларвские встречи. Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях была Екатерина Шульгина. Всем всего доброго. Ангелы-хранители на всех ваших жизненных путях. Анатолий Першин. Спасибо.